Христос воскресе! Воистину воскресе! Сегодняшний день, дорогие братья и сестры, друзья, сегодняшний день и всю наступающую неделю наша Православная Церковь посвятила женщинам. Именно этот воскресный день называется мною особым праздником – Международным Христианским Женским Днем. «Называю этот день так, чтобы не сводить вас, дорогие наши бабушки, мамы, жены, сестры, чтобы не сводить вас до уровня Клары Цеткин или Розы Люксембург, но возвести вас до высот святых жен мироносец, явивших любовь и веру до креста, у креста и после креста, показавших себя вернее даже самих апостолов». Скрытые своим незаветным служением за проповедью и делами Спасителя и апостолов, жены мироносецы выступают на передний план повествования только в истории воскресения Христа. Центральный во всем Евангелии. Они стоят у креста в то время, когда апостолы-мужчины испуганно растворились в толпе. Они присутствуют на погребении Христа в пятницу, покупают благовоние и выжидают субботу, чтобы не нарушить покой священного в браком гробовой пещеры, где лежит причистое тело, и идут помазать Христа на рассвете воскресенья. Они видят пещеру открытой и ангела, сидящего на камне, который возвещает им радостную весть о воскресении Христа. И они, в свою очередь, спешат сообщить об этом апостолам. И каждая из них несла свое миро со своим благоуханием. У каждой из тех женщин была своя индивидуальность и свой вкус. Марфа, хозяйка, и Мария, мыслитель, Мария Магдалина, покаявшаяся блудница, самая дерзновенная и бесстрашная, Соломея, просившая Господа за своих сыновей Иоанна и Иакова, чтобы сесть им по правую и по левую руку от Господа в Царстве Божьем. Иоанна, знатного рода, аристократка. А вот всмотритесь, ведь не поменялась женская сущность за две тысячи лет. Вы такие же хозяйственные, заботливые и ответственные. Но что же отличало этих женщин от всех других? А отличала их искренняя любовь к Сыну Божию, открытость Его учению, потребность следовать словам Спасителя. Именно из этой высшей любви происходили их верность и готовность служить даже до смерти. Знаете, все те пожелания, которые говорят обычно 8 марта женщинам, я бы хотел тоже сказать сегодня, но в духовном преломлении. Первое из них – будьте любимыми и любите. Любите высшей, совершенной любовью, подобно женам мироносицам. Весь мир строится на этой любви, потому что это та сила, которая побеждает смерть, болезнь и преодолевает разделенность двух людей, которые до грехопадения были кость от кости и плоть от плоти. Ведь кто такая женщина? Это незаменимая и безценная, и равноценная в определенной мере противоположность мужчине, составная дихотомического ряда, которое вместе образует гармоничную природную цельность. А потому любите Господа. Тогда эта двоечность станет троечностью наподобие Святой Троицы, которая сама есть бесконечная любовь. И тогда достигните совершенства. И не только плетение волос будет украшать вас, но и внутренний свет, исходящий из глаз, согревающий теплом заботливых рук. И следующее мое пожелание вытекает из предыдущего. Будьте счастливы. Имейте счастливые семьи. Если каждый член семьи поступает по закону любви, о котором мы говорили, то семья становится малой церковью. А где Бог, там все расцветает. Там полная чаша. Счастливая христианская семья – это самый убедительный довод того, что Бог действительно там, где двое или трое собираются во имя Его. Не бойтесь трудиться для счастья. Ищите счастье в буднях и горестях, как бы трудно не было. Семья – во имя Его. Крепкие семейные и дружеские усы. К счастливому все тянутся, чтобы отогреться в лучах радости и доброты. А еще, а еще будьте нужны людям. Пусть ваша добрая чуткость, большая нежность, необычное терпение станут бальзамом утешения, нежностью оптимизма и приветствием жизни. И еще мне искренне хотелось бы, чтобы сердца всех вас почувствовали то ликование, которое испытали жены мироносицы, когда узнали, что Христос воскрес, что Он жив. Именно это чувство должно переполнять нас в этот третий воскресный день после пасхального чуда. Вот почему я желал бы, чтобы этот праздник, как женский день, прижился в наших верующих сердцах, среди верующих наших людей, в наших семьях. Как-то мне услышались чудные строки. Не помню имени поэта, но желаю подарить эти строки вам, милые наши женщины. Я хочу пожелать вам счастья, даже если оно у вас есть, чаще всем и себе улыбаться, чтоб друзей у вас было не счастье. Я хочу пожелать терпения. Жизнь порой тяжела, горька, но отбросьте свои сомнения, ведь надежда, она жива. Вам любви пожелать хочу я, без нее наша жизнь пуста. Надо жить полноценно, рискуя, чтобы пела у вас душа. Христос воскресе! Воистину воскресе Христос! Музыка Субтитры создавал DimaTorzok